Музыка С 2017 года на территории Российской Федерации действует проект «Комфортная городская среда». В нашем регионе, в Смоленской области, в 2017 году части федеральных средств, средств областных и средств местного бюджета были уже использованы на 7 муниципальных образований. В этом году Десногорск вошел в перечень муниципальных образований, которые будут участвовать в реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В общей сложности на реализацию данной программы в 2018 году на Десногорск предусмотрено порядка 10 миллионов рублей. То есть это и федеральное финансирование, и финансирование субъекта, и софинансирование из местного бюджета. В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» рассматриваются два направления. Это обустройство общественных территорий и дворовое пространство. На сегодняшний день в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» обустройства общественных территорий участвуют у нас четыре площадки. Это парковая зона 1-2 микрорайон, пешеходная зона 3-й микрорайон, парковая зона 4-й микрорайон и городской пляж. По состоянию на 29 января 2018 года основной процент голосов попадает на парковую зону 1-2 микрорайона. Это порядка 42%. Но голосование продолжается, поэтому я предлагаю нашим жителям более активно принимать участие в голосовании, потому что реализация данного проекта дает нам право в следующие годы уже участвовать в программе «Комфортная городская среда». Теперь отдельным блоком у нас идет обустройство дворовых территорий. Это немного сложнее в плане того, что это только работа наша с вами, наша как собственников помещений и работа с управляющими организациями. Порядок проведения, формирования дворов в этом году, он уже как бы определен. То есть в этом году у нас на обустройство идут двор 2-18, двор 1-й микрорайон, дом номер 16, дом номер 10, 4-й микрорайон, дома 6, 7, 8 и последний двор, который проявил жители инициативу, это двор 2-й микрорайон, дом номер 1. Почему выбраны на 2018 год указанные дворовые территории? В 2017 году по части данных территорий проводились уже работы. Устанавливались скамейки, устанавливались ограждения и урны. В этом году на 2-18 предполагается асфальтирование тротуаров, 1-16 асфальтирование проезда, расширение парковки и асфальтирование тротуарных дорожек. По 1-10 также асфальтирование проезда, тротуарных дорожек. По 4-му микрорайону дворы 6, 7, 8 там достаточно большой комплекс работ предполагается. Это и асфальтирование проезда, и расширение парковки, установка бордюров, установка урн, скамеек. И последний, самый интересный проект, который у нас на рассмотрении в 2018 году, это двор 2-й микрорайон, дом номер 1. Где-то осенью прошлого года инициативная группа, состоящая из 5-6 человек, жителей, собственников этого дома, обратились в администрацию с предложением по обустройству дворовой территории в части расширения парковок. Мы выслушали пожелания жителей, предложили им провести собрание. Почему? Потому что есть разные мнения. Кто-то хочет парковки, кто-то хочет детские комплексы, кто-то хочет просто максимально большие зеленые территории. Также вопрос нужно было обсудить с жителем с МУП ККП. Почему? Потому что предполагаемая расширяемая парковка попадает на определенные инженерные сети. То есть нужно было плотно проработать и с муниципальным монетарным предприятием ККП. Люди откликнулись, пошли, поработали. В итоге провели собрание. 70% голосов высказалось за расширение парковки. То есть это был первый этап реализации инициативы граждан по реализации данного проекта. Теперь мы ждем от них проработок в эскизных, как бы они хотели видеть. Помогаем им плотно в плане того, что графически оформить все их предложения, осмечиваем их предложения. И этот двор у нас в 2018 году стоит в плане реализации данного проекта. Работа большая, работа сложная. Инициативы у наших горожан очень много. Но инициативы, как правило, выливаются только в то, что написать в администрацию и отойти в сторону. А вы дальше, администрация, привлекайте средства, привлекайте людские ресурсы, реализуйте как-то нашу инициативу. Мы, в принципе, изыскиваем большое количество денежных средств, привлекаем на наши проекты дополнительные средства из концерна. Из Смоленской атомной станции помогает. Идет областное финансирование всех проектов, которые реализуются на территории города. Но и жители должны помогать нам в плане реализации этих проектов. Потому что без нашего с вами участия, без пассивной позиции, такая, какая наблюдается в нашем городе. Потому что даже заседания, которые проходят в области, и отчитываются муниципалитеты, в которых в 2017 году прошли такие же мероприятия по реализации данного проекта «Комфортная городская среда». Эти муниципалитеты отчитываются, что население откликнулось, чувствуется, что населению небезразличен этот проект. То есть поступает в администрацию этих муниципалитетов большое количество обращений. Понятно, что люди не всегда разбираются в градостроительных политике, в архитектуре. Но есть для этого специалисты, которые в администрации, в управляющих организациях, они помогут вам и сформировать проект, и осметить этот проект, и вынести его на обсуждение. Но опять-таки обсуждать должны, в первую очередь, мы с вами, как жители города, как собственники помещений. И никто за нас эту работу не сделает. То есть, да, вот в этом году мы попробуем реализовать проекты, которые уже у нас сложились по дворам, я имею в виду. Если это хорошо сложится, первое, самое главное, то есть нас на следующий год еще добавят нам финансирование. То есть мы отработаем качественно и хорошо, значит, мы имеем право в следующем году еще участвовать в этом проекте. И те дворы, которые в этом году мы реализуем, и если это все получится качественно и хорошо. И опять-таки еще второй, последний момент, что все работы, которые будут проводиться по дворам, жители должны непосредственно контролировать. То есть в процессе производства работ, в приемке этих работ. То есть вот есть инициативная группа, принимайте, смотрите. Если что-то не нравится, подрядчики будут переделывать до тех пор, пока двор не будет выглядеть как картинка. И последнее, что хотела сказать, что если мы эти дворы хорошо отработаем и качественно, то я думаю, что основная масса населения, наши собственники, увидев, что в каком-то конкретном дворе все это произошло и сложилось, думаю, что в следующем году выйдут они с высокой инициативой, и мы на следующий год будем участвовать в данной программе. В прошлом году также стартовал у нас проект «Любимый город». В рамках прошлого года был выполнен большой перечень работ по городу, достаточно на высоком уровне и качественно. В этом году «Любимый город» продолжает свою работу, и финансирование выполнения этих работ у нас идет и от администрации, и от Смоленской атомной станции, и от концерна. То есть большой пласт работы в этом году предполагается выполнить в рамках реализации этой программы. В частности, по центральной части города у нас выбрано три объекта. Это фонтан, реконструкция фонтана, реконструкция сцены и установка нового современного детского игрового комплекса на резиновом основании. На сегодняшний день по данному проекту у нас тоже проходит голосование, и с большим отрывом у нас идет фонтан. То есть 50% голосующих на сегодняшний день высказались за реконструкцию фонтана. Если вы помните, первично, когда был установлен у нас фонтан, он у нас имел подсветку, достаточно высоко били струи, но в итоге в процессе эксплуатации, опять-таки в процессе вандализма наших жителей, тоже, может быть, помните, как в свое время была вылета туда бутылка ферри, и пена лилась на всю дорогу вокруг. Это механизм, это конструкция, которая тоже не выдерживает таких вот атак вандалов. Поэтому в этом году мы хотели бы в рамках проекта, который ранее был на этот фонтан, сделать ревизию электрической части, провести реконструкцию наружной части отделки фонтана и запустить фонтан в том же первичном виде, в котором он был, когда мы только его устанавливали. По реконструкции сцены тоже большие у нас планы. Это и перекладка полов, и отделка фасадной части сцены, и реконструкция козырька сцены, обустройство козырька над входом задней части сцены. И самый большой и интересный проект — это детский игровой комплекс. Игровой комплекс предполагается для детей от 5 и до 12 лет. То есть там будут и спортивные тренажеры, там будут и детские маленькие горки для совсем малышей. И самое главное, что это будет резиновое покрытие. То есть этот комплекс должен быть, так скажем, эталоном для других дворов, общественных пространств. Реализация вот этих трех проектов — и фонтан, и эстрада, и детский игровой комплекс — будет обеспечивать нормальные комфортные условия для наших горожан, потому что это место большого скопления жителей, гуляний жителей. И все вот эти мероприятия, они будут способствовать более качественному досугу наших жителей. И финишное голосование по этим двум проектам состоится 18 марта 2018 года на избирательных участках, на которые будут приходить наши жители отдавать голоса свои за президента и одновременно голосовать за данные направления. А 19 марта жители наши узнают, какой проект победил по комфортной среде, по программе «Любимый город» и будем дальше уже работать с областью по финансированию этих всех указанных проектов. И, естественно, выбирать подрядчика и реализовывать эти проекты в жизнь. Редактор субтитров А.Семкин